И причем эти бои у него были, так знаете, очень неоднозначные. Всегда была конкуренция с его стороны максимальная. Ну и при этом такие очень непростые победы над ним были, в том числе и у его соперников. Потому что нужно было уж точно поиспытаться достаточно серьезно против Евгения Болдырева. Мощный лоу-кик успел тем временем Александр Голодков нанести. Евгений Левша, правосторонние стойки. Еще один лоу, второй лоу-кик. Смотрите сейчас что происходит. Травма. Травма и достаточно серьезная травма, я вам скажу. Коленный сустав, раз правой ноги. Коленный сустав. Ну и все, сейчас Евгений Болдырев от двух лоу-киков заполучает подобный итог. Как вам такая история, Вадим? Достаточно неожиданно. Кстати, неожиданностей много было в карьере Голодкова. В свое время у него сорвался бой не только с Александром Ебельяненко, но и с Джебом Монсоном. Было такое. Но, как говорится, компенсировал с литвой громкой победой нокаутом над крепким бразильцем Карлосом Гонсалвесом. В титульном поединке такой молодой организации, как Jim World League. Да, два лоу-кика пошли в внутреннюю часть коленного сустава. Как я понимаю, потому что сейчас Евгений Болдырев от очень серьезной боли даже не может ступать на ногу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...